Итак, смотрим четвертый бой между Центурионом и Хамилькарой Баркой. Это 1 четвертая Кубка Наций по эпохе Карла Великого. Это такое дополнение для Аттилы. Не знаю, это важно в этом матче или нет. Ну ладно, просто для общей информации. Итак, давайте начнем с состава за Франков. Судя по всему, Центурион нашел свой оптимальный состав и больше его не меняют. Франкские копейщики в количестве четырех штук по центру. Четыре отряда застрелов новобранцев, вторая линия, три отряда смешных мечников, третья линия. Четыре отряда франкской конницы, один отряд конных схоларий, один отряд рыцарей схолы и гвардейцы. Это генералиссимус. Два отряда конных застрелов на левом фланге. Состав у аваров примерно тот же, что и в прошлом бою. Судя по всему, не просто примерно, а тот же самый. Четыре отряда аварских знатных мечей. Копейщик, копейщик, копейщик новобранец, копейщик конец, аварский пикинер, знатный аварский. Здесь у нас аварский, генерал аварская гвардия и знатный аварский. Гвард... Это, блин, гвардияцы. Аварский пикинер и аварский пикинер. Ну, я не знаю, блин, почему не взять хотя бы пару хашечек там каких-нибудь, видите? Вот эти товарищи, они не смогли бы себя так спокойно здесь чувствовать, если бы у авар были бы хашки, можно было бы им спокойно зайти, разуклотнять фланги. Да даже тупо вот эти вот застрелы вынуждены были бы экранировать хашки и тратить свои боеприпасы, а попасть по хашке, которая находится в движении застрелами, это не так уж и легко сделать. И, в принципе, размен мог бы быть вполне себе в пользу аваров. И, собственно говоря, хашки заставляют твоего противника нервничать. А здесь вместо того, чтобы нервничали фраки, нервничают авары, потому что у них в ТУ тусуются вот эти вот конные застрелы. И если вдруг зазевается здесь хамилькар, то он получит в задницу пару залпов. Вот, видите, поехали. И всё, их она. Так делать нельзя, на самом деле, нужно быть предельно осторожным в таких моментах. Ну, видите, ответными выстрелами всей конницы, да, то есть они убили 4 человека в отряде хашек. В принципе, неплохо. Вот здесь, что он подошёл, да, ранее же стрельбы хватает, и он сейчас будет фокусить этот отряд аварских бикинёров. И уже который бой мы наблюдаем, он складывается под диктовку Центуриона, под диктовку авара. Когда ты играешь по чужим правилам, не только в игре, но и вообще по жизни, это очень тяжело удаётся тебе в таких ситуациях побеждать. Поэтому нужно использовать сильные стороны своей фракции, на мой личный взгляд, сильная сторона аваров. Это их кайтовый состав, да, то есть это пешие стрелки, это конные лучники, это мобильность, но здесь мы этого не видим. Да, аварские знатные мечи, это крутые перцы, да, их ударка, это крутая ударка, но всё-таки состав подобран. Подобран, опять-таки повторюсь, за аваров неправильно, а Центурион за франков берёт оптимальный состав, на самом деле. Центурион уверен в своих силах, нельзя сказать, что это самоуверенность, это именно уверенность, и Центурион знает кто, кого, где, когда, и с таким перевесом переробит, поэтому составы подбирают достаточно оптимальный. Здесь очередная попытка заехать франкской конницы, и она достаточно успешная, но, видите, контр-чардж пикинёров утыкается в своих же копейщиков, и, в принципе, посмотрим, давайте по цифрам. Нет, достаточно неплохо, они убили 10 человек конницы, копейщики убили 15-25, да, они неплохо просадили вот этот отряд кавалерии, но ценой потери целого отряда копейщиков, а пехоты у аваров и так немного. Великолепный натиск ещё один конницей в знатных аварских мечей, которые без стены щитов, и сейчас пилит остёр, вот всю эту кучу, они сейчас стреляют фактически в три отряда, то есть КПД возрастает фактически в три раза. Вот здесь попытка прочарджить, но ударка завязала в своих же мечников, и натиска не получилась, а контр-натиск, он более успешный. Ну, как более успешный, нельзя сказать, что прям великолепный, но пойдёт. Вот Чарльз из-за спины своих гонников не лучшая идея, это не Вархаммер, это всё-таки классический Total War, и здесь натиск в спину по копейщикам новобранцам, ну, видите, парни сейчас побегут домой, ну, судя по всему, удастся нанести контр-чардж, ну, он более-менее проходит по франкской коннице. Ну, видите, один человек только умирает, ну, два, ну, пошли потери, да, но опять-таки сейчас здесь ближний бой затянется, то здесь этим пикинёром хана. Знатная конница въехала в конных хаварий, но это всё-таки очень тяжёлая конница, и она, в принципе, способна держать натиск, и, видите, в ближнем бою уже постепенно... Ну, нет, видите, всё-таки по численности просела франкская конница достаточно сильная, и она уступает дальше в ближнем бою агварским пикинёрам. Что здесь теряет две конницы, очень нагло ими действует, своими конниками, я имею в виду. Ну, наконец-таки знатные аварские мечи встали в стену щитов, ну, посмотрим, они уже и так были просажены, ой-ой-ой, посмотрите, вот этот пикинёр расстрелял отряд аварских пикинёров, это очень плохо. И те, и другие сейчас в стене щитов, но этот отряд аварских мечников был просажен, поэтому им кирдык, ну, два в одного чаржится здесь аварские пикинёры и знатные аварские пикинёры, но они находятся в окружении. По ним там накидывают пельтостёр, здесь ещё и копейщик оказался каким-то боком в тылу. Франков очень удачно загнул фланг здесь, центурион, ну и дальше авары просто убегают. Просто фатальный провал, знатный аварский мечник убил 20 человек, это просто жесть. Здесь фокусит генерал, а бедолаге некуда спрятаться, со всех сторон он уже находится в окружении, здесь вернулась конница, здесь в тылах шоркают. Франки разобрал, просто в хлам разобрал, вот, наверное, самый, так скажем, бой в одни ворота из тех, что мы посмотрели, абсолютно без шансов. Здесь авары проигрывают франкам. Я даже думаю, что можно ставить на вторую скорость, абсолютно никаких шансов нету. И, я думаю, Гамилькар это понимает, и уже всей массой просто летит туда-сюда, чаржится. Почему бы не попробовать хотя бы в одном из боёв, это всё-таки бо-3 или бо-5, да, то есть до трёх побед. Почему не взять хотя бы в одном из матчапов нормальный кайтовый такой состав с пешими стрелками, с хашечками, там, я не знаю, чуть-чуть пострелять, подвигаться, это было бы, на мой взгляд, достаточно интересно посмотреть. Давайте сейчас, как только мы закончим, смотреть повтор этого боя, да, вот эти уже Гамилькар сдаётся, он услышал мои слова. Давайте посмотрим даже на циферке, что показали авары, ну, вот эти 121, это нормально, а вот 59, это очень мало. Ударка 94, ну, вот 52, ну, блин, это мало, ну, ещё куда не шло, а вот 12, 28, это просто фатальный провал. И мечники в этом бою сыграли очень плохо, да, 21, 44, это вообще ни о чём. Да и 115, 119, в принципе, нельзя сказать, что это фатальный провал, но всё-таки это маловато. И копейщики, ну, копейщики, как обычно, ни о чём. Ну, и генерал, 83 фрага более или менее. Что показал Центурион за Карла? Хашки, хорошо, 52, 5, но они целы, они могли ещё дальше там убивать. Рыцарь из Холла, 103, и полностью потерянный отряд, ну, и вот здесь рыцарь из Холла, 18 человек только убили, полностью были истреблены. Великолепный момент, кстати, я его упустил. Там, напишите, где это было, в каком моменте, я просто зазевался и не увидел этого. Франкская конница, что она показала, 88, 27, 69, 22, в принципе, ну, нельзя сказать, что хороший, но свою задачу они выполнили. Вырубили копейщика, вырубили конницу аварной, дали ей свободно маневрировать, так что пойдёт. Пельтасты в очередной раз великолепно себя показали. На четверых они сделали почти 200 фрагов. Ну, отличные цифры, что здесь можно сказать. Доспешные мечники, ну, видите, 1АТ даже в бой не вступил, у него 0 фрагов, и он полноценно, да, никого не потерял. Вот 1,67, 46, ну, не особо такие великолепные цифры, но они ещё могли продолжать бой и увеличивать свои показатели. Франкские копейщики, 74, 13, 52, ну, нельзя сказать, что прям фонтан, но они сыграли лучше, чем аварский. Копи, ну, и генерал, со 10 фрагов, как обычно, отличная реализация момента. И отличная реализация всех своих юн. Давайте я вам покажу, что я бы взял, да. Ну, я небольшой специалист, сразу говорю, в Карла, но давайте прикинем, что можно было бы взять. Допустим, ну, генерал. Дальше, хашечки. Так, вот эти дешманские хашки. Давайте возьмём их две штуки. Так, возьмём две ударки. Пешие стрелки, вот эти вот, да. Мучники на Абранции. Ну, этих побольше ближний бой, нам ближний бой не нужен, берём 4 штуки их. Так, берём мечников. Так, возьмём копейщиков. Так, у нас хватает денег, чтобы взять ещё одного мечника. Хорошо, да. Так, давайте тогда закинем сюда ещё одного. Вот этого парня. Замечательно. Посмотрите, какая красота у нас получается. 4, 4, 4. Так, можно взять даже ещё одну хашку. Три конных лучника. Это шикарно. Так, судя по всему, я неправильно поставил казну, да. Настройки казна по выбору. 9 тысяч, пускай у нас будет. Всё, у нас остается 350 монет. Так, куда мы можем засунуться 350 монет? Так, 4 мечника, 4 копейщика. Так, ну, давайте тогда сделаем следующий выбор. Возьмём вот этих копейщиков. Два вот этих. И возьмём вот этих. Ещё одного вот этого. Этого поменяем. Возьмём вот этого. Вот. В принципе, состав достаточно неплохой. Есть большое количество пеших стрелков. То есть, пельтастые у франков не смогли бы спокойно работать. Здесь копейщики, у которых есть стена щитов. И, в принципе, они, как пушечное мясо, могли достаточно долго сдерживать пехоту франков. Вторым темпом заходят у нас эти крутейшие мечники в игре. Конница всё это дело прикрывает. Хашки работают активно на флангах. Всё, что есть, расстреливают. Но я думаю, что такой состав был бы гораздо более эффективен, чем состав в последних матчах у Хамилькара. Но, в любом случае, парням виднее. Они дошлись-таки до 1,4. Куда дошёл и я, но тоже проиграл. Ладно, друзья мои, всем большое спасибо. Увидимся. Обязательно ставьте лайки, комментируйте это видео. И до скорых встреч. Пока-пока.